Теперь давайте перейдем к упражнениям, чтобы лучше усвоить материал. Возможно, для кого-то эти упражнения покажутся тяжелыми, но специально под каждым предложением дан русский перевод, и вы можете понять по контексту и по смыслу, какой артикль здесь необходим. Поставьте на паузу, через несколько секунд мы продолжим. Итак, первое. Он бразилец, но живет в Великобритании. He is Brazilian, but he lives in the United Kingdom. Конечно же, здесь будет определенный артикль, потому что мы помним, что страны, где включены слова kingdom, state и republic, употребляются с определенным артиклем the. Первое упоминание о предмете, неопределенный артикль. И после this is, как правило, у нас идет a. The tree is green. Дерево зеленое. Уже второе упоминание о предмете. Мы уже знаем, о чем мы говорим. Мы говорим о конкретном дереве. I can see three children. Мы помним, что после чисел у нас идет нулевой артикль. The children are playing with my ball. We уже говорим о конкретных детях, и собеседник знает, о чем мы говорим. Дети играют с мячом. Мы помним, что после протяжательных местоимений идет опять же нулевой артикль. Don't sit on the floor. The floor is dirty. Не сиди на полу, пол грязный. Не сиди на конкретном полу, конкретный пол грязный. Здесь идет разговорная речь, и собеседники говорят о конкретных вещах. Tom is having a shower. Том принимает душ. Это одно из устойчивых выражений, которые вы должны запомнить. To have a shower – принимать душ. Мы попозже немножко об этом поговорим. This is a nice room, but I don't like the color of the carpet. Это хорошая комната, но мне не нравится цвет ковра. После this is у нас, как обычно, идет неопределенный артикль. Артикль – a nice room. И мне не нравится определенный цвет этого конкретного ковра. Определенный артикль. Поставьте на паузу. Через несколько секунд мы продолжим. Седьмое. I like eating chocolates and drinking milk. Я люблю есть шоколад и пить молоко. Нулевые артикли, потому что здесь идет обобщение. Я люблю есть вообще шоколад и пить молоко. В восьмом точно докажет ситуация. Tea is very popular in Great Britain. Девятый. Mary is a nice girl. We must meet her. Мэри – хорошая девушка. После глагола to be мы помним, всегда употребляется неопределенный артикль. I know the students in the next room. Я знаю студентов в соседней комнате. Я знаю конкретных студентов. Я знаю этих людей. Конечно же, здесь будет определенный артикль. Do you know the Simpsons? Ты знаешь Simpsons? Мы помним, что перед семьями мы употребляем определенный артикль. I don't like milk and tea. Я думаю, здесь вы уже догадались, что здесь идет опять обобщение. Я не люблю молоко в чаю вообще. Переходим к следующему упражнению. Оно посложнее. Здесь вам надо найти ошибку и исправить. Вставить пропущенный артикль или исправить на правильный артикль. Итак, поехали. Первое. Excuse me, can I ask a question? Извините, могу задать вопрос. Могу задать некий вопрос. Yesterday I bought a jacket. The jacket was cheap. Здесь у нас идет первое упоминание о предмете. A jacket, неопределенный. И затем мы уже говорим про конкретную куртку, которая была дешевая. The jacket was cheap. Paul and Anne have two children. A boy and a girl. The boy is 70 years old. And the girl is 3 years old. У Пола и Анны двое детей. Мальчик и девочка. Мы помним, что после to have у нас тоже неопределенный артикль. To have a boy. To have a girl. To have a dog. И дальше мы говорим уже про конкретных детей. The boy is 70 years old. And the girl is 3 years old. Четвертое. Go down Kinston Street and turn left into Oxford Street. Здесь все понятно. Это правило, что улица у нас употребляется с нулевым артиклем. The Smiths have a dog and a cat. У Смитов есть собака и кошка. Это, я думаю, вы уже запомнили, что семьи с определенным артиклем. И здесь же опять посмотрите. Have a dog and a cat. После глагола to have у нас всегда неопределенный артикль. Давайте поговорим немножко об устойчивых выражениях. На самом деле здесь объяснять ничего не надо. Это просто такие словосочетания, которые будут оставаться всегда неизменными. Их надо просто запомнить. Данные словосочетания с переводом. Ну, давайте вместе с вами их прочитаем. As a result. To have a good time. To be in a hurry. To take a shower. Это у нас с вами было принимать душ в упражнении. To do a favor. Оказывать услугу. Can you do me a favor? Ты не мог бы сделать мне одолжение? For a long time. To tell a lie. To have a cold. Теперь выражение с определенным артиклем. By the way. Кстати, это очень употребляемая фраза. By the way. To go to the restaurant. In the center. In the morning. In the evening. On the left. On the right. To tell the time. On the phone. По телефону. Также будет и по радио. On the radio. What's the matter? В чем дело? Тоже очень часто употребляется эта фраза. И устойчивое выражение с нулевым артиклем. At first sight. С первого взгляда. At home. At school. At work. At least. By email. By chance. By mistake. To have fun. Весело проводить время. Вовремя. In general. In fact. In time. Вовремя. To be in time. Быть вовремя. To make coffee. To make breakfast. To make tea. Также с нулевым артиклем. On sale. На распродаже. Вовремя. 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 Продолжение следует...